Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня сделаем еще один расклад на ноябрь. Посмотрим, станет ли легче, проще, что уйдет, быть может, в этот период. И заглянем в начало зимы, что там будет ожидать, как будет развиваться ситуация, как события будут развиваться, что будет приходить, что будет уходить. Итак, в каких вы энергиях сейчас? В каких вы сейчас энергиях? Смотрим. Решительно настроены. Нужно что-то делать, идти вперед, работать, зарабатывать. Ну, королева мечей. Немножко агрессивность есть, да? Присутствует некая такая дисгармония немножко в душе есть. По умеренности не устраивает вас что-то в вашей судьбе, в вашей жизни. Вы немножечко так агрессируете на эту ситуацию, ну, раздражаетесь, да? Это с финансами связано. Какой-то финансовый вопрос вас сейчас волнует, вы никак не можете его разрешить, не можете выбрать верный путь, не можете сделать движение для того, чтобы получить развитие, для того, чтобы продвинуться по намеченному плану. Здесь могут третьи лица мешать, могут вам мешать третьи лица. Видите, вот здесь карта у нас такая интересная. Что-то они там в этом котле огненном, значит, затеяли, читают заклинания, что-то там делают. Да, здесь есть мечевые карты, я подсматриваю, есть моменты негатива. Я не могу сказать, что это какой-то серьезный негатив. Карты дьяволу все-таки не вышло, да, верховные жрицы и луны, да? Это вот, скорее всего, какая-то зависть, просто пытается кто-то там самостоятельно что-то на вас навести. Поэтому у вас такие вот преграды, и знаете, как в душе дисгармония. Обязательно нужно чиститься, чистить пространство. Прям интересно, что карты скажут. Да, чистить нужно пространство свое, потому что будет накапливаться этот негатив, и потом будет сложнее, тяжелее вам идти по жизни, тяжелее достигать своих целей каких-то. Зажигайте свечи. Обязательно. Огонь, стихия очищения самая мощная. Ну, давайте будем смотреть уже непосредственно по раскладу. Итак, в ноябре уйдет ли этот негатив? Посмотрим, да. Уйдет ли этот негатив? Справитесь ли вы с этим негативом? Да, уйдет восьмерка кубков. Ваши ресурсы останутся, в общем-то, в первозданном виде, да. Энергетическое ваше состояние не пострадает. На здоровье это никак не отразится. На позитивном мышлении тоже никак не отразится. Но проблемы будут. Король кубков, да, барахтается у нас в море жизни. Смотрите, непредвиденные какие-то обстоятельства могут иметь место в ноябре. Что-то непредсказуемое. Вы будете пытаться решить какие-то внеплановые проблемы, навалившиеся на вас. Но это удастся сделать, да. Вы победите ситуацию. Семерочка жезлов. Эта ситуация, скажем так, перейдет на какой-то другой уровень. Я не могу сказать, что она разрешится 100%, но очень весомое продвижение будет, будет. Это еще один гигантский шаг к вашему исполнению. Видите, да, преодолеете в этот негатив, и все-таки к своему исполнению вы поближе уже так подойдете. Поэтому полегче будет однозначно. Ну, давайте будем уточнять дальше, что именно связаны руки. А вы хотите какой-то независимости, свободы. Вы императрицей хотите стать. У вас есть волшебная палочка, да. Это ваши желания, это ваши какие-то свои, может быть, тайные планы, да. Вы не распространяетесь об этом сейчас. Держите как бы все это в узде. Вам хочется рассказать о том, что у вас в жизни какая-то перемена. А вам удастся здесь действительно вот прям уже очень близко подойти к исполнению. Захочется всем рассказать, но вы будете себя сдерживать, да, по восьмерке мечей прям вот сами себя в такие тиски, да, заключите, чтобы свою победу не потерять, чтобы не украли у вас вашу удачу. Но, видимо, опыт прошлого уже тут себе говорит, да, внутренний такой страх, он присутствует здесь по десятке мечей. Здесь какой-то был удар вам в спину, да, в прошлом. Кстати, возможно, с мужчиной король кубков. А что у вас здесь? Личная жизнь будет налаживаться? Давайте посмотрим. Еще и карта луна тут путается у меня. Это женская энергия. Это действительно шанс на личное счастье. Давайте посмотрим. Это что, личная жизнь у нас? Ага, долгое время двери закрыты были. Ну, потому что видим, что десятка мечей и король кубков. Чувства-то были, но удар в спину. Тяжело было, тяжелый период вы прошли. Долгие, тяжелые. Из-за женщины, соперница, возможно, кто-то, да, кто препятствовал этим отношениям. Вы боролись за эти отношения, как могли. Пятерка мечей. Боролись, как могли, но, видимо, результата нет. Хорошо, будем смотреть, какие двери для вас открываются. Не хотят карты нам напрямую сказать, что там в личной жизни будет. Ну, сейчас будем смотреть подробнее. Дайте нам, пожалуйста, информацию, какая дверь открывается, какое исполнение приближается, Что изменится в ноябре? Что изменится? Ну, прежде всего, гармонизируется ваше внутреннее состояние. Придет ощущение уверенности в себе, в своей привлекательности. Захочется будущего. Может быть, кто-то решится поставить в чем-то точку, в каком-то вопросе. Вы сделаете это интуитивно, Верховная Жрица. И эта точка, которую вы поставите, вас как-то внутренне уравновесит, приведет в норму энергетический баланс. Если была ссора какая-то на эмоциях, то в ноябре ситуация стабилизируется. Но вы при этом останетесь в своих позициях, при своем мнении. Но сама по себе ситуация стабилизируется, будет спокойнее, эмоции утихнут, будет легче общаться друг с другом, находить общий язык. Будут проблемы на работе. Сразу предупреждаю здесь. Почему-то внезапно о работе. Эти руки связаны. Хотя вы работаете, вы трудитесь. Но почему-то перекрывается путь какой-то. Вы получите меньше, чем ожидали. Или зарплата, или доход какой-то. Может, долг кто-то надумает вам вернуть. Вы ждете. Вы получите меньше, меньше, чем думаете. Но надо продолжать как бы работать. Видите, рыцарь жезлов. Все равно продолжайте, несмотря на то, что неизвестность впереди. У многих сейчас с работой неизвестность. Многие люди в подвешенном состоянии оказались. Работать нужно продолжать. Вот даже в режиме вот такой ситуации. Но все-таки по части личной жизни. Ну-ка посмотрим. Кто-то войдет в вашу жизнь? Новый человек. Новый человек. Давайте на ноябрь посмотрим, а потом на начало зимы. Итак, в ноябре. В ноябре новый человек придет. Но пока перезагружу. О-о-о-о-о. Так. Вы знаете. Секунду. Нет, пока только мечты, пока только желания. Вот то, что касается ноября, нет. Вы хотите отношений. Вы хотите какого-то партнерского союза. Вы хотите, чтобы рядом кто-то надежный был с вами для того, чтобы продолжить какой-то путь. Вам нужна сильная личность. Сильная личность почему-то. Вот прям. Хотите крепкое плечо, чтоб надежно, чтоб раз и навсегда. Но пока только мечты. Пока здесь по суду перезагрузка в вашей судьбе идет от прошлого негатива. За спиной у вас. Вы человек интересный, личность интересная. За спиной у вас по девятке жезлов есть, недоброжелатели, завистники. Негатив есть. Я не могу сказать, что какой-то серьезный негатив. Но. Ну тут пожелали вам что-то. Знаете, когда поворачиваетесь спиной, прям вот что-то желают вам. Какой-то круг людей. Здесь не один человек. Вот прям как коллектив, какое-то сообщество людей. Что-то вам туда шепчет спину. Спина очень восприимчива к негативу. Поэтому поменьше там поворачивайте спиной. Вам желают разрушения в жизни вообще. Не знаю почему, с чем это связано, но вот так. Больше всего вам желает зла человек, который рядом с вами, двойка жезлов. Больше всего вам желает зла человек, который рядом с вами в отношениях, двойка жезлов. Может быть, по работе вы связаны очень тесно. У человека двойное лицо или двойное дно. Двойственность некая идет. Видите, конца хочет. Или вашей должности хочет. Или хочет вообще, чтобы вы ушли. Потому что деньги на первом месте для этого человека. Может быть, не на работе. Может быть, это кто-то из ваших родных, близких. У вас там, например, какие-то моменты конфликтные. Человек хочет вас устранить и получить что-то себе. Какую-то удачу себе перехватить. Схватить за хвост птицу удачи. Но это ваша удача. Ваша удача. Поэтому, да, тут личной жизнью пока заниматься, конечно, не получится. Если у вас есть личная жизнь на данный момент, там однозначно, конечно, проблемы есть. Там есть какие-то ссоры, конфликты. Надо восстанавливаться, энергию восстанавливать. Уйти как бы немножечко в себя, проанализировать ситуацию. Или просто подождать, пока гармонизируется внутренний мир, пока успокоятся эмоции. Такой беспокойный месяц, да? С одной стороны, вроде бы неплохой. Вы сумеете как бы к исполнению своему подойти. Но еще пока не настало время для того, чтобы вы прям увидели это исполнение, увидели воочию результат. Пока такого нет. Хорошо, на декабрь смотрим. В декабре что по личной жизни? Будет ли исполнение? В плане личной сферы? Ну, тут уже у вас будет решимости побольше. Решимости побольше. Опять перезагрузка идет. Подвешенное какое-то состояние. Ага, вы сами себя вытаскиваете. Вы как будто бы делаете какой-то шаг вперед, шаг навстречу для того, чтобы наладить эту сферу своей жизни. Или пытаться будете знакомиться. Или какая-то встреча будет здесь с человеком. Вам нужен для комфортной жизни человек. Вы как-то устали от одиночества? Да. Десятка кубков. Вы семью хотите? Семью хотите? Или хотите, хотите, чтобы вас соединилась семья, если там проблемы есть, двойка мечей, это ссоры, конфликты, отсутствие взаимопонимания. Вам хочется все перезагрузить, потому что тут по-другому невозможно. Тут третьи лица вмешиваются. За вашей спиной там фантом. Где что-то сделали по карте тройки, по девятке жезлов, да, за спиной. За вашей спиной что-то сделали, негатив послали какой-то и празднуют. Видите, тройка кубков, праздник, довольны, довольны тем, что все получилось. Придумали что-то тут. Может быть, это прошлое показывает, может быть, это та ситуация, которая сегодня между вами и важным для вас человеком. Вы зажигаете огонечек, уходите от какой-то сомнительной ситуации, от какой-то мутной, туманной такой истории, да, в какую-то ясность, в определенность, ну, более или менее. Здесь не то, чтобы решение будет принято, но вы себя потихонечку уже вытаскиваете из подвешенного состояния, заставляете себя как бы идти вперед. Немножко еще Королева Кубков. Ну, видите, как вам вы хотите отношений с одной стороны, чтобы они базировались как бы на финансовой стабильности, вам важно, да, чтобы человек скажем так зарабатывал прилично или умел зарабатывать деньги. Но, с другой стороны, вы хотите и духовности в этих отношениях. Шестерка Кубков. Вам важны чувства, верность, доверие, чтобы партнер понимал, принимал ваши желания, вашу позицию, да. Вы хотите прямо вот человека для сердца, для души. Ну, да, опыт здесь был уже, конечно, плачевный. Серьезный опыт вы прошли в прошлом. И понятно, почему у вас такие достаточно высокие требования. Ну, совет вам, совет в этой ситуации. Но не показывают карты, не буду я, да, больше тянуть, потому что нет, нет информации о том, чтобы прям человек встретиться. Но все-таки, видите, вы как, вы себя вытяните из какого-то застоя. Вот это будет какой-то огромный шаг. Пока для вас этого будет достаточно. А человек придет, главный ваш настрой. Вы уже встали на путь новой жизни, как бы внутренне разрешили себе новую жизнь. И она придет, чуть попозже человек появится, победа будет победа. После. Тут вам очень трудно выбраться из какой-то ситуации прошлого. Обиды, разочарования, какие-то, может быть, претензии у вас остались к человеку, недосказанность некая может быть. Это все как вот сидит еще пока внутри. Трудно простить, трудно понять. Вы не можете закрыть глаза на какие-то поступки со стороны человека. но вы это в себе преодолеете и пойдете вперед к наполнению чаши своей судьбы. Действительно, что, собственно говоря, вам мешает. Некие психологические барьеры, страхи, опасения того, что повторится в будущем то, что в прошлом было. Тот разрушительный опыт. Совет. Совет карт. Совет. Будьте хозяйкой или хозяином своей судьбы. Маг, вам дается свобода, полная свобода действия. Вот кого хотите рядом с собой видеть, вы можете этого человека к себе притянуть. Приведите в порядок внутренний мир, гармонизируйте свою энергию. Не надо прошлое переносить в будущее. Вы по жизни боретесь. Вы почему-то кому-то все время стараетесь доказать, может быть, самой себе или самому себе, что вы человек сильный, независимый. Для вас, видимо, ситуация зависимости и финансовой в том числе, финансовой даже, даже, наверное, да, вот именно в финансовом плане для вас важна независимость. Если вы зависимый денежный от кого-то, ну, как-то вам очень некомфортно от этого и кому-то даже страшно представить. То есть вы боитесь вот этой зависимости денежной почему-то. Это тормозит колесо вашей судьбы. видите как к разрушению. Вы чрезмерно скажем так, придаёте значение как бы это сказать. А здесь не то, что вы деньгам придаёте значение слишком большое. Нет. Просто вы постоянно пытаетесь доказать, что вы сильная личность, что вы финансово можете быть независимы. почему-то откуда-то это идёт. Для вас как-то очень страшно вот остаться без денег, скажем так. вы знаете, что касается отношений любых партнёрских, когда человек себя позиционирует вот таким сильным независимым, то очень трудно сохранять энергии на гармоничном уровне. Вам, видите, нужно к балансу стремиться, то, о чём я говорю. Вы должны дополнять друг друга, доверять человеку. Понятно, что жизнь вас помотала, побила в прошлом, и вы во многом стали на себя больше рассчитывать, но если вы хотите отношений, если вы не хотите остаток жизни провести в одиночестве, здесь нужно подстраиваться под кого-то, здесь нужно не бояться опереться, у вас именно страх опереться на кого-то и получить как бы удар в спину, он светит этот страх. Вот это нужно пройти. Видите, почему вам человек сейчас не даётся? Потому что вы должны в себе гармонизировать вот это вот состояние энергетически подготовиться к новой жизни, к новым отношениям. В общем, время есть у вас на то, чтобы гармонизировать себя, отдохнуть внутренне, пересмотреть какие-то моменты в своей жизни, своей судьбе, в своём внутреннем мире, в своём характере. А второе это замечательный инструмент для этого, как говорится, бери, пользуйся, проработайте в себе те моменты, которые вас напрягают сегодня, которые отозвались сегодня в этом раскладе. И вы ещё больше приблизите себя к исполнению. Видите, Вселенная в виде, в самом начале расклада было видно, что вы буквально в одном шаге находитесь от исполнения, от важной перемены в вашей судьбе. Всё может исполниться, повернуться именно таким образом, как хочется вам. Вы можете получить желаемое. Просто поверьте в это. на этом всё. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам обязательно верить в себя, любить, ценить себя, не позволять никому причинять энергетический дисбаланс, внедряться в ваше пространство, охранять свои энергии, и тогда Вселенная вам поможет. Всем пока, до новых встреч! Субтитры